Сейчас мы выучим часть Б. Начало звучит так. Мы играем на седьмом ладу, прижимаем первую струну и три раза повторяем эту ноту первый раз с басом, как обычно, медленно. Вот и все, еще раз. Следующий так звучит так. То есть с седьмого лада мы перескальзываем на двенадцатый, два раза повторяем и потом скользим вторым пальчиком на десятый. Двенадцатый. 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 Еще раз. Соединяем. Бас мы не играем в следующем такте, или если вы хотите, вы можете сыграть, это на ваше усмотрение. Медленно. Двенадцатый. Двенадцатый. Этот такт, я думаю, что вы узнали, потому что это у нас типичный третий и четвертый такт. Этот вы уже выучили. Медленно. Соединяем сначала части В. Медленно. Так 21. Звучит так. Это то же самое, что вы уже играли в части А, когда на пятом ладу первый пальчик указательный прижимает на пятом ладу, и здесь тоже на пятом ладу, только вместо пятого мы играем на восьмом ладу с пятым басом. Бас – пятая струна. Повторяем два раза, и потом пальчик отдыхает. Отпускаем мизинец. Медленно. Следующий такт. То есть мы играем на восьмом ладу, у нас пальчик отдохнул, потом мы опять прижали на восьмом, перевели его на седьмой, и потом опять отдыхает открытое. Вы можете заменить также вот этот вот на седьмом ладу, вместо четвертого пальца сыграть третьим. Мне удобнее перескакивать, потому что вес остается больше на первом и на четвертом пальцах. Но вы можете играть и третьим. Я бы советовала играть четвертым. Соединяем. Медленно. Такт номер двадцать три и двадцать четыре я сыграю вместе, потому что вы его уже выучили. Это такт номер три и четыре. Такой же. Такт номер двадцать три и двадцать четыре. Медленно. Такт номер двадцать пять играем. Звучит так. То есть мы играем два раза на втором ладу, и потом пальчик отдыхает. Медленно. Двадцать шесть звучит так. Мы чередуем, то есть второй пальчик, третий и потом второй опять. У нас уже была похожая комбинация. Теперь соединяем. Медленно. Двадцать семь такт и двадцать восемь мы уже учили в части А. Медленно. Медленно. Получается у нас третий, третий лад, открытая струна, во время открытой переносим, чтобы сделать наше глиссанда. Вот этот вот. И играем второй раз без баса, или если хотите с басом. Я играю без. Так двадцать девять звучит так. Вы его уже тоже знаете. Получается второй, второй открытый. Окей, следующий. Следующий такт будет очень интересно и звучит так. То есть мы здесь ставим нашу композицию из двух пальчиков. Сначала на второй лад, потом ее передвигаем на пятый и потом передвигаем на четырнадцатый лад. Получается медленно. Передвинули. И на четырнадцатый. Соединяем. Медленно. Когда вы будете играть быстро, будет красивая глиссанда. Ну вот такое скольжение. Дикое. Когда я играю аккомпанемент, третья струна я уже начинаю перескальзывать. Получается очень красиво, а гитара как будто бы разговаривает. И следующие два такта, это уже тоже очень просто, на двенадцатом ладу. То есть мы играем на двенадцатом ладу. Потом два раза открытую. И потом наш кусочек, как обычно, как у нас заканчивается все. Каждая строчка, каждый четвертый такт. Медленно. Медленно. И. Медленно. Медленно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok